Эта вода из крана до сегодняшнего дня была золотой для жителей аула Большой Кичмай. Роза Кудаева – одна из тех, кто многие годы добивалась наведения порядка с водой. Водозабор когда-то построили своими силами, потом передали сеть муниципалитету, но обслуживанием так никто и не занимался. При этом за один кубометр воды приходилось платить около 60 рублей. С приходом МУП «Водоканал» платить кичмайцы будут в три раза меньше. Конечно, 60 рублей и 23 рубля – это две большие разницы. Спасибо, что кто-то додумался людям облегчить плату и услышать. Но я думаю, что впредь уже во внимание возьмут и будут обслуживать, чтобы чистая вода, чтобы здоровая вода была и люди могли довольствоваться. Сегодня жители получают абонентские книжки – 23 рубля 34 копейки за кубометр воды. Именно такой тариф утвердили на техническую воду в сельских поселениях. В наследство МУП «Водоканалу» достали сети не в лучшем состоянии, а вода, которая по ним подается в дома людям, техническая. То есть из открытых источников – ручьев, рек или скважин – непрошедшей обработки. Это большая часть города Сочи, Большого Сочи. То есть по этому перечню, опять же, мы сейчас составили графики совместно с главами администрации в этих селах. Будем обследовать и потихоньку заходить на вот эти села, которые есть в перечне. Жители сельских округов, к слову, прекрасно понимают, что от сотрудничества с МУП «Водоканал» будет только польза. Во-первых, водопровод наконец-то обрел управленца и в случае поломки можно будет рассчитывать на помощь. А во-вторых, техническая вода, если абоненты выразят такое желание, в течение нескольких лет будет доведена до качества питьевой. Для того, чтобы эту воду перевести в питьевую, по закону, в том числе и у нас, и у города есть три года. В течение трех лет, по идее, мы должны перевести эту техническую воду в питьевую. Специалисты МУП «Водоканал» продолжают обследовать водопроводные сети сельских округов и встречаться с жителями. Вместе они определяют план действий по восстановлению проблемных участков, а главное – улучшение качества воды.